Здравствуйте, дорогие мои подписчики, друзья, партнёры, партнёры Духа Святого. Я хочу сегодня попрезентировать вам свою страницу для Axury of Christ. Почему я хочу её пропрезентировать? Да потому что я горжусь этой страничкой. Это действительно была мощная работа, работа дизайнеров, высокого качества дизайнеров. И я очень-очень рада сегодня вам показать, как она работает. Сейчас работают 3-4 иногда дизайнера над всеми страницами. В пути лица, если честно. И я очень-очень горжусь тем, что Господь дал мне людей, которые действительно готовы так Господу служить. Люди, которые любят Господа и почитают Его Слово. И видно, что с любовью всё организовывается. Хорошо, я перехожу к этой страничке. Почему я хочу ещё записать эту запись? Потому что я хочу объяснить, как с ней работать. Вот, смотрите, когда мы обновляем страничку, вот, мы попадаем вот на эту страничку. Видим такой щелчок пальца. Как бы страничка открыта. Очень-очень красиво. По мобильнику это не видно, но по компьютеру это видно. Вот так это выглядит. В общем. Вот. Что здесь самое основное, драгоценное мои? Многие не догадываются просто открывать каждую страничку. А там в каждой страничке есть послание. Значит, смотрите, сейчас я буду вам объяснять. Вот, мы заходим в страничку, в первую очередь, о нас. Вот, в мобильнике это выглядит совсем по-другому. Здесь это выглядит вот так. Что здесь происходит? Тут идёт галерея. Галерея, смотрите, если вы нажимаете на галерею, потому что многие даже не догадываются на галерею нажать. Тут, в принципе, мы попытались показать немножко мою жизнь, как я развивалась, кем я была, чего я добивалась и так далее. Всё о моей жизни. Будут ещё больше ставиться фотографий, обновляться. Есть специальный человек, который будет заниматься этой страницей и также её продвигать. Вот, поэтому страница будет по полной программе, божественной программе продвигать Господа Иисуса Христа на этой планете Земля. Вот, потому что это его служение, его бизнес. И я очень рада, что я могу быть тем человеком, который будет руководить этим всем. Вот, вы видите здесь нас с Эдуардом. Эдуард здесь генеральный директор, он организовывает всё, он разговаривает с людьми, организовывает всё, помогает дизайнерам там что-то подобрать. И на школах очень активно участвует, вот, поэтому по многим вопросам можно обращаться лично к нему. Все финансовые вопросы ведёт он тоже. Вот, значит так, семя благодарности здесь есть. Ребят, семя благодарности. Не, подождите, я перескочила, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Видите, я тоже часто по мобильнику смотрю и забыла. Вот, тут идёт дальше. Кто мы, что мы, и что я в своей жизни прошла, с какими учителями познакомилась, кто меня обучал, кому я очень сильно благодарна, но в первую очередь, конечно, Господу Иисусу Христу. Здесь показывается, конечно, видео, как я вообще ко всему этому пришла, да, потому что многие знают меня и по 20 лет, а может кто-то и даже 30 лет, вот. Поэтому есть вещи, которые, может быть, вы заново узнаете обо мне. Я не очень открытый человек была, если честно. Моя личная жизнь вообще никому никогда не рассказывала. Я просто понимаю, что всё, что сейчас происходит в моей жизни, это Божья слава, и я буду этим всем делиться. Вот, так, мы куда-то перешли, не туда, извиняюсь. Да. Куда-то мы перешли, не туда. Вот, попали опять сюда. Вот, драгоценные мои, смотрите. Теперь это всё о нас. Здесь телефон номер. Я, как вы знаете, молюсь за людей, и многим это уже помогло, даже в тяжёлые минуты при коронавирусе, и раковые заболевания. Ну, Господь помазал меня. Поэтому я и говорю, что многие люди знали меня, знали меня, как успешную леди. Вот, когда я попала в церковь, люди были совсем незнакомы, вообще меня не знали, видели только то, что я искала Господа, и как я потихонечку с Ним заново развивалась. Вот, здесь вы видите телефон номер, и вы можете позвонить, я за вас помолюсь, потому что меня помазывали очень многие пастыря величайшего уровня. Эти люди давали, передавали мне какие-то дары. Вот, я сейчас не буду все дары раскрывать, но я хочу сказать, что вы по-любому можете обращаться ко мне по любому поводу, и я с удовольствием для вас это сделаю, я помолюсь за вас. И, может быть, вы прочувствуете, что для того, чтобы действительно пройти дальше и постичь Божий план для вашей жизни, нужны какие-то обучения, школы, и вы поймёте это. Вот. Также здесь Инстаграм, вы попадаете сразу сюда. Если вы нажимаете, вы попадаете сразу ко мне на WhatsApp. Если вы сюда на Инстаграм захотите попасть, вы можете также попасть сюда, также в YouTube и также в Facebook. Вот. Так настолько чётко, красиво всё проделано, я просто, ну, как я уже сказала, горжусь всем этим. Вот. Перешли теперь на семя благодарности. Драгоценные мои, всё, что здесь делается, вот. Это, конечно, благодаря партнёрам. Спасибо за партнёрство. Ещё раз. Огромное спасибо. Люди, которые просто дают семя благодарности за молитвы. Вот. Многие спрашивают, Нель, хочу отблагодарить, не знаю, как. Кто-то подарочки делает, кто-то деньгами благодарит. Вот. И поэтому, чтобы вопросов больше на эту тему не было, как отблагодарить, или там, как это лучше сделать, просто вот мы сделали такую возможность. Секунду. Тут видео уже открывается моё. Так, мне самой надо тут разобраться. Так, вот. Нажмите на семя благодарности. Вот. Тут я рассказываю всё об этом семени. И если кто хочет поддержать это служение, вот таким образом можно это поддержать. Вот. Тут специальное видео я сделала, чтобы понимать, что такое семя благодарности. да, допустим, если пастор за меня молился, или кто-то передавал мне какие-то дары, то, конечно, я благодарила, ну, так, как я хотела. Вот. Вы благодарите, как вы хотите. Вот. Так, поехали дальше. Теперь здесь немножко рассказывается о партнёрстве, что быть партнёром – это великая привилегия, партнёром Духа Святого. Знаете, мы здесь со всеми партнёры, и с бизнесменами, и, ну, я имею в виду на планете Земля, и, ну, с каждым, там, банком какие-то партнёрства заключаем. Но партнёрство с Духом Святым – это самое святое, что вообще есть на планете Земля, потому что если мы его партнёры, то это в его интересах поднимать нас и делать нас великими, богатыми людьми. Вот. Здесь благодарение партнёрства тоже в видео стоит. Здесь я говорю о великом поручении в школе пастора Михаэля Шагаса. Можете тоже посмотреть. Вот. Ну, и здесь возможность, там, если вы хотите школы приобретать или, как я уже сказала, семя благодарности переводить, то это вот такая возможность именно здесь. Вот. Поехали дальше. Это самое главное, что я хочу показать. Это школы. Школы лакшери оф крайст. Это школы бизнеса. Школы бизнеса. Мы сейчас её откроем. Надеюсь, она откроется нам сейчас. Вот. У меня разные есть школы. И вы видите на первой страничке даже, это уже видно, что школа для бизнесменов была открыта. И это первая школа «Я и Бог одно». Вторая «Роскошная леди, роскошный мужчина». Третья «Богатый мужчина» и «Богатая леди». Четвёртая – это «Любовь в паре». Пятая – это «Дары от Господа», «Молитва за дары». Шестой – это лакшери «Новое тело» по-библейски. Тут всё по-библейски, ребят. Тут ничего, что можно в миру услышать. Вот. И седьмая тема – это «Год Ионер, Бога Ионер». Это партнёрство с Духом Святым. Это там, где Бог по-настоящему человека поднимает, если он понял, что это его, и он хочет с Богом так подниматься. Вот. Здесь мы переходим на школу, школу бизнеса. Вот. И здесь первая страничка говорится о том, что быть учеником Креста – это большая привилегия. Это ваш пропуск в мир, богатство, счастье, любви и радости, ребята. И я вам это каждый день показываю, и вы видите это, что тот, кто действительно хочет подниматься, того Бог будет поднимать. Вот. И поднимать на свои уровни. Не то, что там человек может добиться, а на свои уровни. Смотрите, здесь вот это вот, почему я вообще это видео записываю, вот тут вот многие не видят, что можно зайти сюда. Смотрите. Я и Бог одно, и если меня интересует эта школа, а что это значит, вот подробнее, я захожу сюда, и тогда открывается видео, которое я специально записала для каждого из вас, чтобы вы видели, что такое я и Бог одно. Просмотрите это видео, оно очень коротенькое, но очень полезное. Вот. И тут я вас приветствую, коротко открою, чтобы вы видели, что под каждой школой есть видео послание. Вот. Звука здесь нет, звук мы убрали. Вот. И вы можете зайти, если вам интересно, и послушать это. Вот. Также есть послание, которое я хочу просто вам донести в этой школе. Школа идёт месяц-полтора, и вы каждый день, каждый день имейте от меня в этой школе, я просто вас заношу в программу Телеграм, и как только эта школа оплачивается, я заношу в программу Телеграм или мои кураторы, или наш директор генеральный. Вот. Мы заносим вас в эту школу, и в этой школе вы проходите, ну, реально, месяц-полтора программу. Эта программа просто шик. Там я объясняю, что мы творцы, там я объясняю, что вы можете всё сотворить сами. И это не просто слова, это реально так, да. Бог живёт в нас, а Он творец, и Он хочет творить через нас. И тут я всё объясняю. Ведь целый месяц-полтора даже можно проходить вот такую программу. Программа остаётся у вас, вы можете всю жизнь проходить, но я имею в виду за полтора месяца, если интенсивно каждый день этим заниматься, то вы увидите результаты. сначала будет всё внутри возрастать. Ну, знаете, я хочу ещё что-то сказать. Обязательно нужно делать каждый день эти задания. Знаете, есть люди, которые купят школу, выполняют одно задание в месяц там, или одно задание в неделю, и хотят больших результатов. Я не буду говорить, что будут результаты. Я говорю, результаты будут только тогда, когда все, буквально все задания, которые там в этой школе, каждодневно выполняются, а лучше два или три. Потому что Иисус сказал, если тебя попросят одно поприще пройти, пройди сразу два. Вот. И я в этих заданиях давала только то, что меня поднимало. Драгоценный мэй, там ничего нет, то, чего меня не поднимало. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что я даю только тот материал, который будет вас поднимать. Вот. Если вы хотите реально результатов больших, быстрых, ну, пройдите тогда три поприща, пять поприщей. Вы понимаете, что задания даются не для того, чтобы просто просчитать и просмотреть их. Это надо прожить, этим надо пропитаться, этим надо стать. Потому что это семя, которое будет падать к вам в дух и возрастать. Вот. Поэтому я вам советую пройти эти задания просто настолько серьёзно. я с утра вставала и понимала, что я сегодня вот это буду делать, вот это буду делать, вот это буду делать. А значит, развиваться в духе. Не просто развиваться где-то, а развиваться в духе, качать свой дух. Потому что вы знаете прекрасно, когда человек падает духом, он теряет всё. Когда человек поднимается духом, он получает всё. И поэтому нам нужно качать дух. Наш дух не накаченный. Наши мысли гречат громче, чем дух. И поэтому мы никогда не слышим Духа Святого, мы никогда не слышим Бога. Потому что наши мысли очень громкие, ситуации, обстоятельства очень громкие. И чтобы заглушить этот голос, нам нужно обязательно, сто процентов, каждый день вот серьёзно заниматься вот этими заданиями. И никогда от этого не отступать, ребята. Никогда. Один день пропустил, обнулил. Вот. Это вам любой человек скажет. Поэтому смотрите, конечно, сами. Я только говорю то, что помогало мне. Я только даю только то, что действительно поднимало меня. И если ты реально решил подняться и заплатил за эту школу, то прими решение идти до конца, потому что побеждающие наследуют всё, сказал Иисус. И ни капельки не пропускать. Возьми это очень серьёзно. Очень серьёзно. У тебя есть возможность со мной общаться. Когда человек покупает школу, он общается со мной, у него постоянный контакт, он может мне написать, позвонить, поговорить, помолиться, передаются какие-то дары, возможности. Вы понимаете, что вы не просто так здесь? Просто Иисус дал вам шанс узнать больше о том, что Он может сделать для вас. Не каждому дано это узнать. Поверьте мне. И не каждому дано в этой жизни быть богатым, успешным человеком. Но каждый может прийти с дерзновением и сказать, Иисус, это я. И я возьму это. И я буду идти до конца. И не важно, сколько мне это стоит, и не важно, как тяжело мне будет, я пройду до конца. И я вырвусь из этой проблемы, нищеты, может быть, у кого-то нездоровья. Я исцелюсь, я обогащусь, я буду успешным человеком, я буду в семье иметь успех. Это решение, ребят. И на решение приходит Господь. Вот. И поэтому вот роскошная леди, роскошный мужчина, это говорится о уверенности к себе. Потому что Господь, Он поднимает уверенных людей. Или, давайте я скажу так, Господь любит уверенных людей. Эти люди, они добиваются больших успехов. Когда человек уверен, уверен в том, что он хочет, уверен в том, что он будет, уверен в том, что он возьмет то, что ему нужно с Господом. С Господом, ребята, только с Господом. Вот. Тогда Бог реально сам придет и будет помогать. Вот. И тут нужен стержень. И для того, чтобы получить этот стержень, для того, чтобы стать действительно человеком, но давайте я буду говорить как есть, великим человеком в Господе, человеком, который действительно реально с Богом поднимается. Вот. Для этого нужна уверенность. И вот, чтобы получить эту уверенность, нужно стать внутри этим уверенным человеком. Это не снаружи, когда я что-то получил, я стала уверенным. Нет, нет, нет. Это снутри. Ты уверен, потому что ты внутри уверенный человек. В тебе есть этот стержень. Вот это воспитывает Господь. Уверенных царских детей. Вот. Поэтому роскошная лидер, роскошный мужчина, это тоже школа, которая проходит месяц-полтора. Но она остается у вас. Вся программа на всю жизнь остается у вас. Сколько будет телеграмм, столько будет эта программа. Вот. Поэтому у вас все программы остаются. И опять же, еще раз говорю, уверенность качать, ребята, это нужно день и ночь. Поверьте мне. Потому что уверенность – это внутреннее состояние. Это корень всего, между прочим. Мы часто не получаем наши благословения, только потому что мы не знаем, что нам принадлежит. Это первое. А второе, потому что мы просто не уверены. Не уверены, что это может быть наше. Не уверены, что мы можем это получить. Не уверены, что мы достаточно хороши, чтобы это получить. Вот поэтому все проблемы в том, что мы не получаем из-за нашей неуверенности. И нам нужно это прокачать. Вот. И здесь у вас тоже есть такая возможность. Здесь тоже видео. Вот. Поэтому заходите, смотрите видео. Это специальное видео было снято только для этой страницы. Вот. И сейчас я представляю вот эту школу. И можете здесь прочитать немножко информацию. Так, поехали дальше. Вот. Так идет дальше и дальше. Вот. Потом идет «Богатый мужчина» и «Богатая леди». Вот. И вы видите, мы говорим здесь о люксусе. О люксусе, потому что Иисус есть люксус. Иисус есть богатый Бог. Если бы Он не был богатый, не было бы этой природы, не было бы всей этой красоты. И Бог создавал все машины, все дома, все пароходы для своих детей. Но почему-то дети именно отказываются от этой славы и богатства. Но Бог, Он славный и богатый. Поэтому Он хочет все эти вещи давать. И кому это интересно, кто хочет получать от Господа, а не сам добиваться всю жизнь всего, с какой-то неуверенностью, приходите, приходите. Я научу вас, что такое быть уверенным человеком и брать с Господом все, что принадлежит тебе по праву рождения. Вот. Вот это называется «люксус леди», «люксус мэн» и, конечно, «богатый человек» и «богатая леди». Вот. Здесь вы тоже все можете прослушать, просмотреть. Вот. Также мы заходим в «Любовь в паре». Здесь тоже все подкреплено. Видео «Любовь в паре». Вы видите прекрасно, что в каждой школе, о которой я вам говорю, есть реально видео-послание. Так что можете это все-все прослушать. Любовь в паре – это очень важная вещь. Очень много разводов существует в этом мире. Очень много насилия, очень много жестокости в семьях происходит. Очень много безморальных вещей происходит в этом мире. И я хочу все это рушить. Каким образом? Я, честно говоря, еще не знаю. Но все, что я могу, я сделаю, дорогие мои. Все, что в моих силах, я буду разрушать. Все, что дьявол строит, вот эти козни в семьях, ложится между женщиной и мужчиной. В постели ничего не происходит, в жизни ничего не происходит. У людей одни разногласия, неприятности. И это тоже можно прорабатывать, ребята. Прорабатывать, реально прорабатывать. За это можно молиться, прорабатывать. Но я хочу вам еще одно сказать, ребят. Когда я начала с Богом идти и вот этому всему обучаться, я поняла одно, что будет проверка. Господь проверит, насколько тебе это важно. Если ты на полпути сдашься, и тебе это не важно, не поверишь. Скажешь, а, это не работает. Ребят, это не сработает. Потому что такой человек подобно морской волне. Он не верит тому, так говорит Господь, что Бог сказал. А если Бог сказал, что существует любовь в паре, что существуют благословенные браки, значит, они есть. И я хочу разрушать вот эти мифы, что этого не существует. И опять же, все проблемы идут с нашей головы. Если мы не верим, если мы не доверяем, если мы чувствуем, что мы недостойны любви, если мы нелюбимы, нам даже пары не нужны для того, чтобы понимать, что мы любимы. Но это все нужно прорабатывать, ребят, прорабатывать внутри себя. Если ты любим внутри себя, если ты себя почитаешь, если ты себя любишь, если ты собой восхищаешься, если у тебя уверенность в себе, то у тебя будет и любовь, и к тебе будут так же относиться. Вот. И другого быть не может. Все начинается с тебя. Мир начинается с тебя. Это я всегда говорила и буду говорить. Мир начинается не с папы, мамы, тети, дяди, бизнеса, наставника, мужа, детей. Мир начинается с тебя. Поменяешься внутри, поменяется все вокруг. По-другому быть не может. Вот. И теперь, значит, это была любовь в паре. И потом есть еще такая школа, как дары от Господа. И драгоценные мои. Это вообще бесценно. Это бесценно, бесценно. Еще раз бесценно. Дары от Господа. Это молитва за дары. Здесь передаются дары. Но опять тот, кто доходит до конца, он раскрывает эти дары. Тот, кто не доходит до конца, я замолюсь, но у вас ничего не получится. Вот. Поэтому я хочу молиться за тех, кто реально хочет служить Господу. И это дары от Господа. Это реально дары, которые мне передавались. И все, кто сейчас партнеры Духа Святого, все сейчас, кто действительно понял, почитает служение Господа, те без единой малейшего сомнения, без единой мысли сомнения. Вот так я даже хочу сказать. Извините, я больше 30 лет в Германии, если кто услышит мой акцент. И я хочу просто это добавить, что если действительно вы не сомневаетесь, что вы хотите, можете служить Богу и любите Ему служить, Бог вас поднимет на такой уровень, о котором вы даже не мечтали, и даст вам дары, для которых вы были созданы, чтобы вы служили и наслаждались, ребят. Не пахали, не работали, а служили и наслаждались. Вот это то, что я несу здесь как послание. Вот. Ну и последнее. Нет, это не последнее, извиняюсь. Новое тело у нас еще есть. И вот новое тело. Это тоже прекрасное, прекрасное видео. И мы видим здесь послание нового тела. И это тоже прекрасная школа, которую вы можете приобрести. Новое тело с Господом. Что значит новое тело с Господом? Во-первых, мы здесь молимся за тело. Во-вторых, я объясняю здесь по-библейски, что такое тело новое с Господом. Медитации, исповедания, молитвы. Все в этой школе, ребят. Все, что вам простой тренер дать не может. И здесь тоже все объясняется. Я не буду многое объяснять, потому что вы сами все можете прослушать и почитать. Вот, и мы идем сейчас в школу номер семь. И это прекрасная школа. И это школа Бога Ионерства. И тут, конечно, я люблю общаться с людьми, которые вообще понимают, насколько быть важным партнером Духа Святого. И нести реально как бизнесмен свою миссию в этом служении. И вы увидите, как Бог вас будет поднимать через партнерство. Чтобы не повторяться, Бога Ионерства – это дела с Господом. Это рост Господом. И это не на 2-3 месяца, 5 месяцев, 7 месяцев. Это на всю жизнь. Это, ребята, на всю жизнь. Мы отдаем деньги и городу, и финансам, туи-банкам, и каким-то организациям. Там какие-то семинарчики посещаем. Но тут сам Бог заинтересован вас поднимать. И поэтому, ну, для меня честь. Я сама партнер. Партнер уже больше 7 лет. Вот. И для меня честь быть партнером. Я поднимаю постоянно свою планку. Потому что чем больше я получаю от Господа, тем больше мне хочется давать. Вот. У нас с ним как договор, партнерство. И я понимаю, что я никому ничего не должна. А я делаю это просто из любви. Из любви к Богу, чтобы Его Слово распространялось. Чтобы Его любовь распространялась. Чтобы люди исцелялись. Чтобы люди обогащались. Чтобы люди узнавали о Нем. Ну, сами подумайте. Все небо будет за вас, если вы захотите быть таким человеком. Вы станете просто каналом неба. Вот и все. Небо будет через вас давать финансы, деньги, знания. Все, что хочешь. Мудрость. Потому что вы же канал. Вот. И поэтому через ваши руки будет это все проходить. Поэтому, ну, я с удовольствием. Стала партнером Духа Святого. Для меня это честь. И кто хочет, пусть присоединяется. Вот. Ну, и тут, конечно, идет и покрытие. Это, во-первых, покрытие всяких задолженностей. Вот честно, ребят. Я когда к Богу пришла, у меня было такое понимание, что вот в первую очередь то заплатить, это заплатить, тому отдать, этому отдать. А когда я пришла к Богу, Бог сказал, давай мне первому. Я сказал, Иисус, да, конечно, я тебя настолько люблю и почитаю, почему я всех ставлю на первое место. А Бог ревнивец. И Он всегда говорит, ставь меня на первое место, и тогда все, что нужно будет тебе, я тебе буду давать. Вот так вот Бога я поставила просто на первое место и сказал, все, Бог, ты на первом месте, а потом все остальное с ними ты будешь уже сам разбираться. и Он делал невероятные вещи для меня, невероятные чудеса. Я могу просто это говорить, потому что я все это пережила. Вот, и я буду этим делиться, потому что Он главный в моей жизни. И я желаю вам, чтобы Он главный стал в вашей жизни. Вот такая вот страничка. Просто волшебство, а не страничка, если честно. Я очень ее люблю. Спасибо вам, мои любимые дизайнеры. Спасибо. Вот. Теперь смотрите, школа бизнеса мы прошли. Что у нас еще тут было? Школа бизнеса. А, у нас есть еще здесь мои родные, драгоценные. Молитвенная комната. Вот знаете, мне многие говорили, Нель, пошли молитву. Нель, а какую молитву надо читать, чтобы Иисуса Христа принять? Так вот, вам больше не надо никакой молитвы высылать, если вы хотите служить Господу. И просто реально послать в лякшери, в красть, каждого человека, кто попросит о молитве. Вот она, молитва, Всевышний Творец, Единый Отец, Мать и Сын. Если я, моя семья, мои родственники или предки оскорбили тебя, твою семью, родственников или предков твоих, своими мыслями, словами, поведениями или поступками, намерены ли случайно с момента сотворения мира, и до наших дней мы просим тебя о прощении. Драгоценные мои, я даже видео для вас сняла, чтобы было легко и просто читать эту молитву. Вот прям сесть, свечку зажечь, и просто реально покаяться в своих согрешениях, прочувствовать, что Бог живой, а Он действительно живой, ребят, Он наше сердце знает наизусть, Он знает каждую нашу мысль. У нас ещё мыслей не было, Он её уже знает. Вот у меня сейчас желание так исполняется. Я ещё не сказала, а у меня раз и желание исполнилось. Я думала, вау, да, я только подумала, ой, пап, вот хотелось бы мне вот это, да, а смотрю, он уже всё организовал. Вот это просто круто. Это другой уровень просто жизни, ребят. Это поток. Это поток, и в этот поток вам всем нужно попасть. Это классно, и я вам всем желаю. Вот, ну, вернёмся к этой страничке, и тут молитва, реально молитва покаяния. Это самая главная молитва, которую мы можем проговорить нашему Господу. Библия говорит, что сто ангелов ликуют, когда мы проговариваем эту молитву. Почему? Потому что человек как бы записан в книгу жизни и может теперь быть с Господом, служить Господу, и, конечно, быть свободен от своих согрешений. Ну, и больше не грешить, как Иисус сказал, иди и больше не греши. Вот, мои хорошие, мы очищаем просто душу свою и можем спокойно жить, заново всё создавать и просить Господа помощи. Вот, тут порча на успех, на бизнес-карьеру, тоже шикарное видео, посмотрите, пожалуйста, это тоже мы можем всё вымаливать, убирать. Если вы в моей школе, вы под защитой Господа, это я вам точно говорю. У вас есть наставник, и наставник – это тот, кто ставит. Тот, кто ставит, тот, кто наставляет, тот, кто ведёт, кто-то за ручку берёт. Вот это и есть наставничество. И доводит до конца, если, конечно, человек с пути не собьётся и не сдастся. Потому что враг тоже не дремлет, приходит, а зачем надо, а вот это же уже прошёл, а этого хватит. Нет, результата не было, значит, не хватит. Значит, ещё Господь не дал то, что нужно. Значит, ещё работает над тобой. Поэтому ничего не хватит. Если бы я полгода побыла бы с Господом, он сказал, хватит, но сегодня у меня не было бы ни страницы, ни бизнеса, ни служения и ни этой великолепной, прекрасной жизни, которую он мне подарил. Поэтому не хватит. Раз нет результатов, значит, ещё не хватит. Вот. Когда хватит, между прочим, говорит он, а не мы. Вот такая вот история. Вот такая шикарная страница. Хотела с вами поделиться. Тут все контакты мои хорошие внизу. Вот. И здесь вы меня разыщите, найдёте. Да, видео немножко длинненько получилось. Ну, это очень важное видео, чтобы вы понимали. На каждую кнопку можно нажать. Вот, допустим, я ещё ставлю на пайпл, нажимаю и попадаю сразу на мой счёт и могу проводить свои какие-то операции. Вот, мои хорошие. Вот мы в Стрелянке. Приватур очень замечательно здесь. И отсюда я как раз-таки сейчас вам снимаю это видео. Всё. Люблю вас, уважаю вас, жду вас на моей школе, воскресной школы. И буду очень-очень рада, когда вы осознаете, поймёте, насколько важно идти с Господом руку в руку и менять своё мышление, понимание, сознание, потому что без этого у меня бы ничего с Господом не было. Остальное всё религия. Так как Иисус сказал, «Обновляйтесь духом ума вашего». Вот, это не Нелли сказала, это сказал Иисус. «Обновляйтесь духом ума вашего». И для этого Он открыл школы, чтобы вы обновлялись духом ума вашего и начали думать, как Он думает, а не как вы думали, потому что этот мир предлагал нам какие-то вещи, которые но не связаны со святостью и не связаны с тем, что Иисус хотел нам давать. Так как Он нас видит, мы себя не видим. И поэтому, когда мы обновляем дух ума нашего, мы начинаем видеть Его глазами нас, с нашей ситуацией и так далее. Просто молитвы, ребят. Ну, реально, я знаю миллион людей, которые просто молятся, но при этом ничего не получают. И по 20, и по 30 лет ничего. Молиться хорошо, но меняться – это просто обязан каждый человек. Меняться внутри, становиться уверенным в Господе. Вот такой человек, он будет получать всё от Господа. Всё. Станьте учениками. Господа, вы не пожалеете, правда. Я вас очень люблю и жду и на воскресных школах, и если вы хотите такие школы, просто пишите мне. Мы будем ВКонтакте. И до скорых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова